Сегодня 14 сентября вступают в силу новое правило получения россиянами шенгенских виз. Все желающие отправиться на отдых за рубеж теперь должны будут пройти процедуру сдачи биометрических данных. Вот так, Катя. Серёж, а ты мне как-то объясни, это хорошо вообще или плохо? Ну как тебе сказать, вот пессимисты считают, что всем нам будет получать визу ну очень сложно, а оптимисты думают, что ничего особенно не изменится. А мы с тобой будем реалистами и узнаем всё из первых уст. Да, у нас в гостях начальник Ярославского управления Федеральной миграционной службы Мария Лишонкова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мария Николаевна, ну расскажите, что же всё-таки меняется при получении шенгенских? По большому счёту я бы сказала, что для россиян это не новость, поскольку с 2002 года они уже получают биометрические заграничные паспорта, которые содержат их персональные данные. С 2015 года получают они их с отпечатками пальцев, поэтому новшества по большому счёту никакого. Единственное, что теперь и визы стран Евросоюза будут содержать эти же биометрические данные. В частности, это отпечатки пальцев и фотографии сетчатки глаза. А значит ли это, что всем теперь для получения визы нужно будет ехать в Москву в посольство, или всё-таки у нас в Ярославле тоже можно будет это сделать? На первых порах всё-таки необходимо будет каждому заявителю обращаться непосредственно в консульский отдел страны въезда. Но на перспективу, я думаю, что и консульство, и всё-таки на кого-то будут возложены обязанности по приёму этих биометрических данных в каждом регионе. Я просто представляю, да, какое количество людей тогда бросится к каждому посольству, да, потому что всем нужно, наверное, получать визу и каждому вставлять вот эти биометрические данные. Тяжело. А вообще, если исторически, да, к этому подойти, и по всем странам такое, или только вот для наших стран это сделать? Страны Евросоюза уже в 2004 году стали обращать внимание на необходимость ужесточения, ну, либо наведения порядков при пересечении границы. По большому счёту, что такое биометрические данные? Это наши с вами индивидуальные данные, которые и подделать очень сложно, да, это наведёт порядок на границе, это прежде всего, да, позволит пересекать границу только тем заявителям, которые должны. Ну, и второй момент, всё идёт к тому, чтобы упростить процедуру пересечения границы. То есть, если сейчас необходимо стоять, паспортный контроль проходить, соответственно, там же производится сверка дождественности лица, изображённого на фотографии, то есть на вас пограничник из-под очков внимательно наблюдает и смотрит, вы это или не вы, то перспектива получения этих виз, она будет давать возможность пересекать границу и общаться с машиной. То есть, просто палец выложил и проезжает. Будет считываться, да, совершенно верно ваши биометрические данные, и вы спокойно, улыбаясь, пойдёте дальше. Отлично. Скажите, а если у меня уже есть сейчас на данный момент действующая шенгенская виза, а мне нужно её как-то переделывать или она всё-таки действует ещё? Нет, виза будет действовать до окончания срока действия, а если вы уже повторно соберётесь в этом году по истечению срока действия, тогда вам придётся оформить новую визу. Так что тебе повезло, а мне придётся оформлять. Скажите, вообще всем, это общая практика, всем нужно сдавать эти данные или есть исключения какие-то? Ну, исключения в данном случае могут состоять только в том, если человек по физическим каким-то причинам, ну, действительно не может сдать либо отпечатки пальцев там, либо, если у него проблемы с глазами, то фотографию сетчатки глаза. Только в этом случае все остальные от малого до визы... Даже маленькие дети. ...обязаны будут оформить визу такого образца. Угу. В общем-то, это, наверное, неплохо. Ну, это неплохо, но, как обычно, первый этап пройдёт вот именно в такой турбулентности, а потом уже, я надеюсь, всё наладится. Как часто повторять эту процедуру нужно? Биометрические данные будут храниться на протяжении 59 месяцев в каждом консульстве. Ну, соответственно, страны Евросоюза, они обмениваются этой информацией, то есть не обязательно будут её переделывать при въезде в другое государство. Поэтому это достаточно длительное время. Да. И всё-таки рассчитываем мы на то, что страны Евросоюза пойдут на то, чтобы увеличить срок действия этих виз, особенно для лиц, которые неоднократно пересекают границу. Угу. По рабочим вопросам очень много деловых людей пересекают. Поэтому я думаю, что это всё будет оптимизировано. Ну, действительно, не меняются же у человека ни глаза, ни отпечатки пальцев. Ну, почему со временем отпечатки пальцев помаленькую стираются у нас, но узор остаётся один и тот же, поэтому машина это легко распознает. Спасибо, Мария Николаевна, что прояснили нам такую сложную, как казалось, ситуацию. Всё не так плохо. Да, ну, друзья, я думаю, что всё-таки я бы, например, от себя посоветовал, да, чтобы пока вот всё это, скажем так, устаканится, да, подождать, и потом уже обращаться уже, наверное, за визами. Вот так вот. В гостях у нас была Мария Лишонкова, начальник Ярославского управления Федеральной миграционной службы.